В двух словах, в этом видео будем делать вот такие красивые сухарики, цветные, постанчины, или как там их называют, и будем делать вот такой вот казин. Всем привет, дорогие друзья! Итак, давайте поставим сюда, взвешиваем тару, обязательно взвешиваем тару, потому что весы могут обнулиться, мало ли что. Так, обнуляться, сколько у нас таро вешает. Смотрим, 134 грамма вешает. Теперь берем яйца и разбиваем яйцу. 392, 330, и вот как раз будет у нас 360. Это будет а-ля бисквит постанчина, постанчина, постанчина. В общем, цветные сухарики, но будет по сути как бисквитное тесто такое. Так, теперь, что мы дальше делаем? Добавляем соль. Соль у меня вот такая, морская, в принципе. Ну, соли положим чуть побольше, чем... В общем, жидкость 60% от массы. Так, ложим. Так, ну давай сейчас, чуть-чуть еще положим, вот так вот. Все-таки... Так, сахар теперь. Ну, если бисквитное тесто мы делали, мы бы, допустим, отделили желтки, взбили желтки, потом добавили туда, отдельно взбили белки. В общем, мы готовим для рыбы, не для гостей, поэтому, в принципе, так заморачиваться особо не надо. Берем, потихоньку взбиваем. И так, вот так вот мы взбили. Вот так вот он выглядит красиво. Теперь, что мы делаем? Давайте добавим краситель. С чего краситель берем? Будем делать красного цвета. Такой. Сюда, окей. В принципе, с жидкой частью все. Все, теперь ставим весы опять. Обновляем. Это у меня цельнозерновая мука. Вот, получилось 340 грамм у нас. Так, получилось 359 грамм. Здесь наша любимая кукурузная мука. Кукурузная мука сильный разрыхлитель, поэтому много ей особо не надо. Так вот. Ну, 100 грамм, грубо говоря. Добавляем ее. 100 грамм. 460 грамм сейчас. Ячменная мука. Добавляем ее. Где-то 230-240 грамм. Так, здесь отруби. Можно отруби добавлять, можно не добавлять. В принципе, разрыхляющих у нас до. Состав может варьироваться, может меняться, в зависимости от того, что у вас есть. Ну, вот, желательно цельнозерновую муку оставить. И желательно оставить вот кукурузную муку, потому что это очень хороший. Самый, вот, один из самых лучших аттрактантов. Так, получилось у нас в общей массе 600 грамм. Ну, 600 грамм. Еще раз. 360 грамм желтков с белтками взбитых получилось. И 630, ну, в идеале 600 грамм сухой смеси. Так. Ну, стакан сахара. И полторы столовые ложки, полторы чайные ложки соли. Теперь масло такое. Это нерафинированное масло, натуральное, подсолнечное. Добавляем его, ну, 2 столовые ложки, может чуть-чуть больше. Так вот, добавляем его. И, в принципе, все, тесто готово. Больше ничего не надо. Есть там красители, все. Теперь, главная моя идея. Есть у меня вот такая вот штука. Домашняя хлебопечка. Может, у вас есть, может, нет. Если у вас нету хлебопечки, тогда просто вот это дело вымесить хорошенько руками. И поставить на час. Ну, вот, в данном случае есть хлебопечка. Теперь берем нашу заготовку. И вот так вот заливаем все это дело сюда. Все, загружаем. Вот так вот она выглядит. Ставлю, у кого, у кого Panasonic, вот, кстати, рекомендую этой хлебопечке уже очень много лет. В принципе, купили ее, первое время не использовали. Сейчас освоили ее постоянно. Причем. Программу диетический хлеб, размер XL. И старт. Все. Ставим, значит, программу диетический. Экспертический, XL. Ну, я говорю, у кого нету, можно в течение часа на температуре, там, сколько, 150-160 градусов выпекать, периодически посмотреть. Можно, я бы так вот, если, допустим, делал бы в духовке, я бы накатал корж такой. И поставил, ну, по классической схеме. Ну, хлебопечки так вот, попробуем. Так. Ставим. Все. Поставили. Пять часов. Программа идет через пять часов. Посмотрим, что у нас получится. Ну, вот то, что получилось. Так она выглядит. Сейчас мы ее оттуда. Так. Вот такой вот получился у нас хлеб. Ну, постанчина или бисквит. По составу. По составу это яичный такой. Хлеб близкий к бойлам. Вот такая красота у нас получилась. Вот он. Такой красивенький. Ну, вопрос. Можно ли готовить хлебопечки? Да, можно. Какие бы я изменения, дополнения в рецепт внес? Краситель нормально, хорошо прокрасил. Теперь мы, теперь я оставлю на несколько дней. Порежу вот так вот на дольки, на кусочки. Он у меня высохнет здесь, на солнышке. Уберу его. Уберу его. Так вот он красиво выглядит. Сейчас он настоится. Это место анонса. Это то, над чем я сейчас работаю. Вот так вот. Это то, над чем я сейчас работаю. Такое, как говорится, как сделать из ничего плавающие бойлы. Такие, чтобы каждый мог сделать. Мне сейчас именно нужны такие плавающие бойлы, которые могут сутки продержаться на плаву. Гарантированно будут плыть. И с очень хорошей плавучестью, подъемной такой вот силой. То, над чем я работаю. Сейчас, в принципе, заканчиваю уже. Закончил подготовительную часть. Сейчас только остается докупить все продукты для базовой смеси. И буду потихоньку готовиться к съемкам. Прошло несколько дней. Сухарики уже подсохли. Ну, еще пусть подсохнут. Вот это первый рецепт. Такое тесто получилось жесткое такое. А вот второй рецепт. Желтенький я делал, сухарик. Он такой рассыпчатый получился. Я чуть-чуть больше масла туда добавил. Небольшой сюжетик. Хотели сделать чизкейк. Но как-то забыли. Творог застоялся. В общем, он уже не пойдет. Но выкидывать его ни в коем случае не стоит. Мы сделаем простейшие казеины. Это такой кислотный казеин получится у нас. Чистейшие воды молочные белки. Прекрасная добавка в бойлы. Прекрасная добавка в пылящие бойлы. Прекрасная добавка в прикольку. Такие молочные белки. Получить мы его можем простейшим способом. И ствол высушу в творог. Поставим в духовку на 150-160 градусов на минут 15-20. По времени проверять будем. Наша задача высушить его. Пресушил я. Ушло чуть-чуть дольше. Вот здесь вот он подсох. Но все равно. Сохранял. Сохраняет такую. Пырыжок сохраняет свежесть. чем мы сейчас его на солнышко подсушим все прошло две недели сухарики подсох ты такие не жесткие стали творог успел заценить голод на балконе залез половину на это сажал ему понравилось ну ладно сейчас все это дело запускаю в мельницу и посмотрим что получится все это нам надо до для следующего проекта какого скажу позже вот такую красоту мы получили рецепты я дам рецепты дам по ходу съемки принципе они могут варьироваться единственное когда делаете бисквит добавляйте побольше масла можно маргарина можно подсолнечного масла но процент его содержание повысить надо где-то раза в два в три больше чем в обычный хлеб или изделие получили прекрасный такой вот из творога казеин казеин это молочный белок который повысит питательность питательность нашей смеси наших бойлов нашего базового микса в общем везде куда мы его положим хотел бы предупредить что сухарики сушить где-то недельку может быть даже две они должны быть полностью полностью просушены не каждый блендер их возьмет скажем так поэтому будьте осторожны у меня мельница есть я дам ссылочку в описании мельница их берет но тоже как бы сложно для помола получается ну вот и ранее ранее дел зелененький и желтенький красный цвет самые ходовые самые рабочие цвета такие можно добавлять это добавка в прикормку это не сам мы не собираемся ловить на нее просто добавлять добавлять будет добавлять будем зависимости от ситуации можно какую-то где-то что-то добавить и будет выделять насадку но это все мне нужно для следующего проекта просто если бы сделал сразу возникли бы вопросы как как там что делать где-то брать где-то купить а так я показал вот вот этот казеин казин это молочный белок то есть это быстро быстро насыщает подымает белковую питательность наших бойлов поэтому это сухарики принципе их немного и это делал еще прошлом сезоне мне осталось много не добавляю так чуть-чуть этого хватит надолго всем спасибо всем пока еще раз попрошу подписывайтесь на мой канал делитесь соц сетях ставьте лайки пишите комментарии не обязательно там критиковать меня можете пишите комментарии внизу оставлять свои идеи мысли соображения пожелания там я в милую в меру своих скромных возможностей постараюсь все прочитать ответить как еще раз сказал впереди проект для этого нам нужно было так вот заморочиться ну думаю будет интересно всем в этом году чуть-чуть я поменял тактику тактику прикормки поменял чуть-чуть все рецепты бойлов я буду позже когда делать бойлы выложу рецепты и объясню зачем и почему всем спасибо еще раз прошу подписывайтесь на мой канал вы знаете сейчас youtube ввел ограничения каналу для заработка каких-то там денежек небольших нужно 1000 подписчиков чтобы канал стал монетизировать чтобы он получил все преимущества чтобы он мог развиваться принципе для вас это не трудно мне это приятно буду стараться даже снимать еще раз спасибо и пока